МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. С днем рождения, город детства! В Сочи открыли новый детский сад на 120 мест. Паспорт готовности к зиме будут готовить сообща власти и общественники. Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании у главы города. Не предоставил преимущества. В Сочи задержали водителя, который воспользовался коридором для скорой помощи. Социальные сети и интернет-бизнес. СММщик стал самой популярной профессией лета среди студентов. Центр занятости молодежи уже трудоустроил 1100 подростков. Ливень, который натворил немало бед в столице Кубани, утихать не собирается. Местами в регионе снова ожидается сильный дождь. А накануне в краевом центре подтопило 39 участков дорог. В городе за сутки выпала месячная норма осадков. В Сочи ситуация с погодой намного лучше. По прогнозу синоптиков, на Черноморском побережье тоже дождь, но местами и кратковременны. И тем не менее, на территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Расслабляться пока не стоит, предупреждают экстренные службы. Из-за осадков сохраняется опасность выхода рек из берегов. Всю эту неделю будут идти дожди, а значит отдых в горах и у водоемов лучше отложить. Мониторинг рек ведется в круглосуточном режиме во всех районах Сочи. Реки в норме. Мы продолжаем мониторинг вместе с главами сельских округов. И по гидрологическим датчикам поднималась немножко у нас река Мацеста. Срабатывал датчик на реке Псоу. В целом обстановка по городу Сочи пока спокойная. Реконструкция водопровода, ремонт дороги и благоустройство парка. С такими вопросами сегодня жители Краснодарского края пришли в приемную президента России. И от имени главы государства с людьми общался губернатор региона. Вениамин Кондратьев внимательно выслушал все обращения. Больше всего вопросов касались жилищно-коммунального хозяйства и обустройства комфортной городской среды. Татьяна Тимошенко попросила помочь создать в станице Марьянской Красноармейского района новый парк. Вроде бы как красивые дома. А вот красивого места для отдыха нет. Хотелось бы, чтобы там была парковая зона, какие-то площадки детские. Озвученная проблема касается не только конкретно одной станицы. Похожие ситуации встречаются по всему краю. Вениамин Кондратьев напомнил о строительном подходе, который должен быть в регионе. Руще сразу обозначить приоритеты любому застройщику. Да, ты заходишь, сам не можешь построить. Оставь территорию, где муниципалитет построит. Школу, детский сад, общественный парк, сквер, спортивную площадку. Оставь эту территорию. Тогда уже за счет бюджета муниципального краевого мы это построим. Но просто вот так вот тем раз и отодвинуть. Нет, она от этого не исчезнет. Она все равно всплывет. А потом наступит период ее решения. Вот сейчас он наступает. Люди заселились. А теперь они говорят, слушайте, уважаемая власть, вспомните о том, что детям нужно где-то гулять, что тем, кто постарше, нужна спортивная площадка, нужен воркаут, да нужно просто место, где мы хотим встречаться, ходить. Просто зеленые зоны должны быть. А что ж мы не предусмотрели это, когда... Предусмотрели. Тогда где они? Значит, Венеич, генпланом на микрорайоне Север предусмотрено было место под сквер. Оно на сегодняшний день существует. Я на самом деле готов туда приехать, посмотреть, насколько сегодня мы строим комфортное жилье. Жилье не просто качественное, а то жилье, в котором жизнь может поселиться. Потому что безликое, красивое, пусть красивое, но холодное, безликое, такое жилье на Кубани не нужно. Я убежден в этом. И при том школы, детские сады, парковки, спортивные площадки, поликлиники, они должны строиться не потом, а параллельно. О своих проблемах на приеме граждан рассказали пять человек. После общения с губернатором на все вопросы тут же нашлись ответы. Поручения по каждому обращению занесли в протокол. Их не снимут с контроля, пока полностью не выполнят. Краснодар возьмет пример с иностранных мегаполисов. Опыт зарубежных городов-миллионников ляжет в основу развития краевого центра и периферии. О перспективах краснодарской агломерации говорили на стратегической сессии. В обсуждении приняли участие не только сотрудники администрации, в числе приглашенных эксперты и аналитики. Сейчас столица Кубани и пригород входит в топ-10 объединений страны с самой развитой экономикой при обороте ВВП около 800 миллиардов рублей. Она стоит в одном ряду с московской, санкт-петербургской и екатеринбургской агломерациями. Экономика города Краснодара – это уже не просто экономика одного населенного пункта, это экономика всех ближайших населенных пунктов, потому что на основании агломерации, вокруг которой развивается вся прилегающая территория, такое развитие, развитие агломерации, оно, естественно, вызывает значительные изменения и в социально-экономических условиях развития населенных пунктов. Когда говорят, мы будем развивать село, вот мое личное мнение, хотя я сама сельский житель и все мои родственники на селе живут, мы не можем развивать село, если у нас не будет сильных городов, которые обеспечивают кадрами, рабочими местами, опять же, и это как бы агломерация в таком большом масштабе. Краснодарская агломерация должна связать территории Денского и Северского районов, а также Горячего ключа, части Адыгеи и самого Краевого центра. Стратегию объединений по географическому и экономическому положению в феврале 2018 года представили на инвестфоруме в Сочи. Проект предполагает создание семи экономических зон в крае – Северной, Центральной, Восточной, Черноморской, Предгорной, а также Сочинской и Краснодарской. В Кубани-Энерго назначен новый генеральный директор. Им стал Сергей Сергеев. Губернатору Краснодарского края его представил председатель правления компании Россети. На рабочей встрече Вениамин Кондратьев и Павел Левинский также обсудили задачи, которые стоят перед регионом. В первую очередь это снижение энергодефицита и доступная инфраструктура для инвестиционных проектов. Хочу вам сказать вам благодарность за неустанное внимание к нашему краю. Для нас это очень важно, потому что это внушает надежду, что проблемы с энергодефицитом нашего региона мы все-таки преодолеем. Непростая эта задача, потому что сегодня, безусловно, от энергомощности зависит и экономическое развитие нашего края, реализация инвестпроектов, которые сегодня у нас очень активно в нашем крае запускаются, и даже могу сказать, что около 600 инвестпроектов у нас находятся в активной стадии реализации, и вот 20%, которые не могут быть реализованы из-за отсутствия все-таки электричества. И для нас сегодня это принципиально важно, потому что это тоже деньги, существенные деньги, бюджет в виде налогов, а самое главное это рабочие места, да и в целом это производство, которое сегодня нужны, необходимы экономике. Немаловажно еще отметить в том, что сегодня новый руководитель Сергей Владимирович, уроженец нашего края, он знает не понаслышке о проблемах нашего региона, я уверен, что с таким подходом, с ощущением личной, собственной ответственности за результат, мы добьемся очень серьезных результатов. На особом контроле держим работоспособность сетевого хозяйства и, конечно же, то, что вы отметили, задача одна из важнейших, которая стоит перед Сергеем Владимировичем и в целом перед холдингом Россети вместе с краем решить вопрос консолидации сетевых активов. Надежное беспребойное энергоснабжение, особенно в период отпусков, курортного времени, для нас важно обеспечить для жителей Краснодарского края гостей. Кроме этого, компания нацелена на снижение энергопотерь. Также в реконструкции на территории региона нуждаются около 40 электроподстанций. От качественного энергоснабжения зависит развитие экономики региона, безусловно, развитие муниципальных образований. Благополучие жителей тоже от этого зависит. Около 8 миллиардов было вложено вашей компанией в энергообъекты, которые построены буквально за последние два года в нашем крае. Это очень существенно снизило проблемы, перебои с электричеством, которые были в районах, где сегодня уже теперь их нет. В том числе, и, конечно, еще раз подчеркну, у нас санаторно-курортный комплекс, который однозначно нуждается в бесперебойном, нелимитированном энергоснабжении. Чтобы реализовать все те инвестиционные планы, которые мы обсуждаем, чтобы не сдерживать потенциал роста экономики Кубани. В рамках программы цифровой трансформации, которая у нас утверждена в конце прошлого года, в Кубани-энерго развернута сегодня крупнейшая программа по установке интеллектуальных систем учета. Мы уже в завершающей стадии в этом году данную работу заканчиваем в Сочинском энергоузле, но предстоит в целом на весь край, на всю территорию. В планах также внедрения в энергосистему Краснодарского края новых технологий и инструментов автоматического управления процессами. Однако финансирование программы, как заметил глава региона, не должно происходить за счет сокращения расходов на модернизацию и строительство энергообъектов. А в Сочи накануне открыли новый детский сад. Его построили на Мацесте. Он даст городу дополнительные 120 мест для дошкалят. Тему продолжит Ольга Десятого. Дети в праздничных колпаках столпились вокруг торта, который мастерят своими руками. Так ребята поздравляют детский сад с днем рождения. А уже позже свечи на торте настоящем задувает мэр Сочи и воспитанница нового детсада на Мацесте. Здание возвели сжатые сроки. Корпус на 120 мест – это пристройка к уже существующему, на 80. Его, кстати, и построили здесь тоже совсем недавно. Всего пять лет назад. Строительство детского сада началось в июне месяце 2018 года. В принципе, не так долго строился детский сад. Наша постройка на 120 мест. Это шесть групп. В новый детсад пойдут и дети семьи Маркарян. Артем, когда подрастет, а Эвелина уже этой осенью. Ждали, конечно, очень красиво, все шикарно. Вот в сентябре, наверное, пойдем в садик уже. Ну, мы, в принципе, путевку долго не ждали, нам ее дали сразу, как это, по возрасту. Ну, здесь все красиво. Я в этот садик ходила, когда он еще был старый. Я ходила. Мои дети ходили в этот садик, теперь внуки пойдут. Новый детсад назвали город детства. И действительно, здесь есть все для счастливой жизни малышей. Просторные игровые, уютные спальни и настоящий спортзал с тренажерами. И, конечно, море игрушек. Сегодня их стало еще больше. Какой же день рождения без подарков? Детям игрушки, подрядчикам благодарственные письма. Новое здание построили исключительно за счет средств инвестора. Нами принято решение о том, что при строительстве жилья, чтобы бизнес строил и социальные объекты. Вот этот объект и построен исключительно только за счет средств наших предпринимателей, строителей. Ну, естественно, что они не пожадничали. Хочу сказать, что купили самое лучшее оборудование, самую лучшую мебель. Они сделали, наверное, самые качественные комнаты. Детсад номер 4 на Мацесте – это еще один шаг к решению проблемы с очередями в дошкольные учреждения в Хостинском районе, где вопрос стоит острее всего. Население курорта за последние пять лет увеличилось на 200 тысяч человек. Из них почти 30 тысяч – это дети. Город просто не успевает за темпами миграции, да и рождаемость растет. Не попадали, к сожалению, дети на полный день с трех лет. Мы предлагали альтернативные формы. Это и группы кратковременного пребывания, и семейные группы. Но, к сожалению, родители это не устраивает. Мы это прекрасно понимаем, что нам надо строить детские сады, чтобы каждый ребенок с трехлетнего возраста, а позже и с двухлетнего возраста, мог пойти в детский сад на полный день. Через три месяца в Хостине на улице Октября откроют детский сад на 280 детей. Еще 240 мест городу дадут три пристройки. Это планы до конца года. Вообще, последний полноценный детсад в Сочи открывали еще в начале 80-х. Отношение к этому вопросу кардинально изменилось благодаря позиции главы города Анатолия Пахомова. Только за последние 10 лет в Сочи открылось 30 дошкольных учреждений, 9 из которых – полноценные детские сады. Грандиозные планы и по строительству школ. К 1 сентября свои двери откроют новые корпуса 82-й школы в Догомысе и 15-й гимназии на Макаренко. Там же к концу года отремонтируют старое здание СГУ. Это еще 1100 мест для школьников. Ну а на ремонт всех учреждений образования в Сочи в этом году потратят больше 270 миллионов рублей. И здесь бизнес тоже не останется в стороне. За каждой школой закреплен шеф. В этом году меценаты помогут в ремонте 19-ти школам и детсадам в Сочи. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 23 июля в Сочи частично облачно, слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23, днем 25, 27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. Компания «Соут» приглашает на ювелирную выставку номер один «Интер-ювелир». Море золота и драгоценных камней по ценам производителей. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 24 по 28 июля в гранд-отеле «Жемчужина». Ювелирная выставка номер один от «Соут». Море золота и драгоценных камней по ценам производителей. Розыгрыш бриллиантов, ювелирных изделий и билетов на шоу. С 24 по 28 июля. «Жемчужина». Категория 0+. Сочи активно готовится к отопительному сезону. Работы ведутся на котельных, проверяются сети в многоквартирных домах и соцобъектах. Процессы промывки и опрессовки в этом году будут контролировать общественные помощники мэра по вопросам ЖКХ. Они будут принимать обращения от жителей домов и следить за качеством исполнения работ теплоснабжающих организаций и управляющих компаний. Об этом шла речь на заседании Межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы города к осенне-зимнему периоду. В этом году к процессу подготовки курорта к отопительному сезону решили подключить общественных помощников мэра. Отмечу, процесс получения паспорта готовности состоит из трех этапов. Первый – подготовка потребителей тепловой энергии. Это многоквартирные дома, школы, больницы и другие соцобъекты. Затем идет подготовка котельных, а их в Сочи более 120. И заключительный этап – готовность всего города. Только после этого муниципалитет получает так называемый паспорт готовности. Напомню, в прошлом году отопительный сезон в связи с холодами был начат 13 ноября. На два дня раньше, чем обычно, и продолжался до 13 апреля. В целом он прошел стабильно. Обращения же граждан поступали в единую диспетчерскую службу. Недочеты устранялись с теплоэнергетиками и управляющими компаниями. С целью минимизирования жалоб, мэр и попросил своих помощников подключиться к процессу подготовки к зиме. В этом году нам предстоит подготовить к зиме 1644 многоквартирных дома. Централизованное отопление, что включает в себя промывку, опрессовку каждого дома. Вот каждый раз все промыто, все докладывают. Как только начинаем включать в декабре месяце, выясняется, да вот не опрессован дом там, да вот почему-то запузыривание, воздушивание. Это значит, что так отнеслись подготовки во время лета. Поэтому мы вас и пригласили для того, чтобы по сути дела организовать дополнительный контроль. Помощники будут контролировать процессы опрессовки и промывки труб в домах, принимать обращения от жителей и следить за устранением замечаний, чтобы в этом году город получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду в установленные сроки. В Сочи задержали водителя, который не пропустил карету скорой медицинской помощи. 30-летний местный житель пояснил, что опаздывал на работу, поэтому решил миновать заторовый участок дороги, воспользовавшись коридором, который другие машины освободили для кареты скорой. В отношении правонарушителя полицейские составили административные материалы по статье «Непредоставление преимущества в движении транспорту со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». Кроме того, водитель заплатит штраф за тонировку стекол и отсутствие страховки. Продажи единого билета из Сочи в Абхазию стартуют 23 июля, на день раньше. Билет путешественники могут оформить на сайте РЖД и в авиакассах. Единая транспортная дирекция открывает продажи единых билетов в Республику Абхазия и обратно. С 24 июля перевозки будут осуществляться с пересадкой на ЖД вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии – Гагру, Питсунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Отмечается, что воспользоваться единым билетом можно при путешествии как на поезде до ЖД вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. Летом планируется 8 рейсов в сутки. Стоимость билета – до 560 рублей. А вот с поставками цитрусовых из Абхазии в Сочи возможны перебои. Новые правила ввоза сельхозпродукции могут сказаться на работе мелких поставщиков. В России меняется норма провоза в багаже фруктов и цветов. Пассажиры смогут ввести в страну не более 5 килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила провоза через границу цветов, фруктов, овощей с высоким фитосанитарным риском. С 19 августа провозить через границу в Россию можно будет до 5 килограммов овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов, состоящих максимум из 15 цветков. Для перевозки более крупной партии понадобятся специальные фитосанитарные сертификаты, которые ранее не были предусмотрены. В случае их отсутствия товары вернут обратно или уничтожат, а платить за это придется собственнику. Отмечу, ограничения по весу распространяются на бобовые орехи, капусту, морковь, редис, огурцы, инжир, ананасы, авокадо, манго, абрикосы, вишню, черешню, персики, цитрусовые фрукты. Новые правила коснутся провоза фруктов, овощей, цветов в багаже и ручной кладе на всех видах транспорта, включая суда, самолеты и автомобили. Такие же ограничения будут действовать и в отношении почтовых отправлений. Необходимость оформления новых сертификатов может оказаться не под силу мелким поставщикам из той же Абхазии или как минимум привести к серьезному удорожанию товаров и перебоям в поставках, пишет новостной портал Сочи Ньюс. И к другим новостям. Как заработать первые деньги, если до этого не работал ни дня? На этот вопрос ответят в Центре трудоустройства молодежи «Цитрус». О том же, как помочь подросткам обрести профессию, обсуждают в городской мэрии. Глава Сочи Анатолий Пахомов еще весной провел ряд встреч со студентами, школьниками и представителями городских предприятий. Как результат, в Сочи на время летних каникул трудоустроено свыше 1100 подростков. Озеленитель – разнорабочий специалист по СММ. «Цитрус» – это своеобразная биржа труда. Здесь студентам и подросткам предлагают сотни вакансий и помогают найти временную или постоянную работу. На недавней встрече с молодежью и потенциальными работодателями глава Сочи сделал акцент на трудоустройство выпускников местных вузов. Такую инициативу поддержали и в «Цитрусе». Один из важных фокусов внимания – это именно молодежь без опыта работы. Которые закончили вуз или среднее учебное заведение, опыта нет. Зачастую работодатели, наверное, сами знаете, пишут везде у себя в требованиях вакансий опыт работы. Вот такие ребята, конечно, им довольно-таки тяжело куда-то, где-то себя найти, устроиться. И вот мы им также работу помогаем подобрать. По словам руководителя проекта, особой популярностью среди молодежи сейчас пользуется удаленная работа. В частности, многих интересует привлечение финансов через социальные сети. На базе центра регулярно проходят семинары и мастер-классы по выбору профессии. На недавнем как раз обсуждалась тема интернет-бизнеса. Сегодня у нас была тема копирайтинг и все составляющие профессии, в принципе. Кому это подойдет, как это делать, что такое продающий текст, информационный, ну и так далее. Студенты могут, выйдя отсюда, имея базовые какие-то навыки, уже начинать зарабатывать по 50-100 рублей с одного текста. И там уже зависит только от их желания зарабатывать. Льву Селенко 15 лет. Он закончил 9 классов и собирается поступать в колледж. Льву Селенко 15 летом решил подработать, но вакансия промоутера, единственная, которую ему предлагали, не устроила. Раздавать листовки не захотел. Вопрос с работой решился, когда Лев узнал о центре трудоустройства молодежи «Цитрус». Благодаря «Цитрусу», который мне действительно за пару минут нашли подходящую для меня вакансию, я сейчас работаю помощником тренера по футболу. Конечно же, можно было пойти промоутером и возможно зарабатывать даже больше. Но я хотел с самого начала поднять для себя какую-то планку. И помощник тренера звучит явно лучше, чем промоутер. Поэтому даже несмотря на разницу в деньгах, я решил пойти именно сюда. Следить за маленькими футболистами, расставлять фишки, убирать с поля лишние мячи – таков список основных обязанностей молодого помощника тренера. Парни, кстати, трудоустроили официально. По словам работодателя, порой обучить подростков без опыта работы куда проще, чем взрослых соискателей. По мнению руководителя спортшколы, подобные проекты, ко всему прочему, помогают выявить талантливых ребят и обеспечить бизнес перспективными кадрами. Но в целом мы довольны, тренер довольный, что у него сильно сбавилась нагрузка. И поэтому проект «Цитрус» – это хорошая штука, которая, если начнет нормально работать по всей стране, то это решит одну из социальных проблем. Работа по трудоустройству подростков ведется на всех уровнях местной власти. Глава Сочи Анатолий Пахомов регулярно проводит встречи с молодежью и руководителями городских предприятий. Благодаря усилиям администрации и центра занятости еженедельно работу находит порядка пяти сочинских студентов и школьников. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Футбольный матч «Сочи-Зенит» попал в топ-3 самых посещаемых во втором туре российской премьер-лиги. Аналитики агентства «Турстат» представили рейтинг городов команд РПЛ. По данным экспертов, в первую тройку по посещаемости в туре вошли матчи в Ростове-на-Дону, Сочи и Москве. На встрече в Сочи между футбольными клубами «Сочи» и «Зенит» присутствовали 35 102 зрителя. Напомню, накануне футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи». Команды встретились на Олимпийском стадионе «Фишт». Открыть счет в этом матче «Сине-бело-голубым» удалось на 30-й минуте. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заработал, а потом и реализовал пенальти. На перерыв команда из Питера отправилась с отрывом в один мяч. Догнать своих соперников футболистам «Сочи» не удалось и во втором тайме. Под конец матча вновь отличились «сине-бело-голубые». В итоге встреча закончилась со счетом 0-2. И тем не менее, болельщики сочинской команды отметили, что атмосферу праздника они ощутили. Не помешал даже дождь, так как 90% посадочных мест под крышей. Проблем у зрителей не было и с парковкой. Как говорят сами зрители, вся инфраструктура на уровне. Следующий матч «ФК «Сочи», который пока идет на последнем месте в таблице российской премьер-лиги, проведет 27 июля в Краснодаре с одноименным клубом. Ну а на фиште вновь поболеть за «Южан» можно будет 4 августа в игре против «Уфы». Более 200 спортсменок приняли участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Сочи. В эти выходные на базе «Югспорта» завершился турнир «Русалочка». Соревнования открытые. Помимо гимнасток из Сочи, за медали боролись спортсменки из Волгограда, Астрахани, Москвы, Владикавказа и даже из-за границы. Из Берлина тоже приехала гимнастка, которая входит в сборную Германии. Они приехали сюда отдохнуть и попали, сама приехали к нам, немного тренировалась и решили выступить здесь на наших соревнованиях. Турнир «Русалочка» проходит уже два десятка лет. В первую очередь он интересен совсем юным гимнасткам. Для начинающих спортсменок такой большой турнир, где на ковер вышли более 200 художниц – это отличный соревновательный опыт. Для старших девочек, а здесь участвуют гимнастки и до 18 лет – это один из этапов подготовки к рейвым и всероссийским стартам. На этом я с вами прощаюсь. Все наши новости уже на сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok